Что, сделаем ветерок? Давай ветерок! Во, смотрите, Алексей! Сделаем, говорит, ветерок! Кстати, Алексей у нас бортпроводник, он позволяет получить кайф от полета. Получилось неудачно, короб переделали, сделали удачно. Личный совет, наверное, это не экономьте на мечте. Ребята, вам уральскую пятерочку. У нас мой тезка в гостях, Лех, давай пять на уральскую пятерочку туда, ребятам. Ребят, мы уважаем наших зрителей, вот, автокаста вообще, как бы. Алексей к нам приехал на обзор сегодня, у него офигенная Гранта лифтбэк обновленная. Она выглядит как Веста, да? Ну да, у нее, получается, перед от Весты, то есть, получается, они более уменьшены размеры у них идет, более уже. А, ну это Гранта, ребят, выглядит классно, вот сейчас перед осмотрим, шикарно выглядит. И лифтбэк, лифтбэк удобный багажник для тебя? Ну, я полностью доволен. Сейчас-то пофигу на него, да? Да, его нет просто. Да, его нет, но в принципе доволен там, чтобы посмотреть. Предысторию, Леш, Алексей когда к нам приехал? В августе где? Нет, я еще приезжал раньше где-то. Не, а вообще вот что-то приехал. А приехал-то, когда поставится, это, наверное, июль. Июль, то есть, смотрите, Алексей приехал в июле, говорит, копил деньги на тачку, да? В итоге тачку подарили, и он эти деньги решил вложить, инвестировать, это так называется, в музыку, правильно? Потому что сказать, потратить не совсем корректно, если кто-то говорит, сколько потратил на автозвук, это, ну, нелогично. Потому что тут в любом случае не тратишь, а инвестируешь, потому что это кайф. Это долговечный, долгосрочный, как сказать, развивающийся кайф. Ты можешь развиваться сколько хочешь. Алексей, он сейчас расскажет свои мысли, мы, как бы, в окончании ролика спросим мысли на будущем. Ну, погнали тогда, расскажи про машину, ты уже ее эксплуатируешь. Июль, август, сентябрь, тебе полгода, да? Давай вот по подкапотному пространству и питанию, что мы там сделали. Ты же все изучил или нет, или мне рассказать? Подкапотный, да, изучил, что у нас там стоит. У нас там стоит генератор Z13 на 320 ампер. Стоит штатная заводская кислота, впоследствии я ее буду менять уже на более современное. Ну, и в багажник что вы поставили? И в багажник у нас секция литий-титаната. Одна сороковка? Да, сороковка. Вот, ребят, то есть, смотрите, вот тема какая, вот Леша тоже не даст, как бы, не то что, ну, информацию. А Z13 генератор сразу нормальный поставили. Не поставили ВПС, не поставили какой-то. А поставили нормальный ген. Есть вообще трудности, нарекания? Да нет, никогда просадов вообще не третят. Заряд идет, ништяк, генер работает классно, гарантия на него есть. Ну, генератор, пушка, огонь. Давай открывай капот тогда, сам будешь все открывать. Я бы тут смотрел ролик-то с БТРМ как снимали. БТРМ спрашивает, он отвечает. Я вижу, что я вроде как это, ну, стараюсь общую, общую картину просто дополнять. А хотелось бы, чтобы ты сам рассказал, если тебе интерес есть, потому что обычно интерес свой личный. Ну, конечно, я об этом мечтал очень давно, поэтому что, чтоб лукавить? Тем более, давайте так расскажем, Леша, сколько ты хотел собрать автозвук по времени? Ну, по времени, вот ты, допустим, загорелся и, допустим, считал, изучал, думал, прошло год. Три года. А? Три года. Три года, ребят. Кстати, Алексей у нас бортпроводник, он позволяет получить кайф от полета своим клиентам, поэтому вот выглядит шук с иголочки, ну, еще костюм не надел только и все, а так можно садиться в его космолеты ехать. Ну, ладно, погнали. Генератор, да? Да, генератор, получается. Он стоит у нас, как помню, на крепеже от девятки мы поставили, так как штатный не позволял сюда разместить его. Да, ну, мы купили, да, 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 просто поставили. То есть, получается, заменили полностью. Окей, идет дубляж, вот это, да? Да, дубляж у нас идет. Плюс-минус туда. Штатная кислота заводская, машина новая, поэтому тут что, у тебя 15-ка проходил, получается? А, нет, в 15 заменах. Да сколько сейчас? У меня сейчас около 9. 9 тысяч километров. Новая машина, машина доволен машиной? Ну, конечно, в принципе, за свои деньги она того стоит. Куда-то, в Пермь гонял, рассказывал, еще куда-то. Ну, то есть, далеко без проблем, там, гоните, будет комфортно. Подвеска, в принципе, когда загрузила ее, стала гораздо мягче. Мягче стоит, все, окей. Все, идет питание на аккумулятор, с генератора дубляж, и с денег пошел уже плюс-минус в багажник у нас. Колба стоит, фантом, предохранитель, все сделано грамотно. Все делали мы, делалось в автокасте, Алексей просто пригнал автомобиль, занимался своими делами, и потом его просто забрал и эксплуатирует. Ну, и были там нюансы, процессии. Мы это все решаем, как бы, поэтому это, в принципе, очень интересно. Леш, что-нибудь, моменты какие-то есть? Рассказать добавить, в принципе, что здесь? Ты особо под капот не заглядываешь? Да нет, конечно. Так что, если просматриваю, не загрязнился? Ну, все тогда, закрывай капот. Ребят, все стандартно, то есть, если кто-то смотрит вот видео, фотки, сами делайте, делайте тоже стандартно, качественно, хорошо. Как тебе накладные подиумы? Ребят, это подиумы накладные. Ну, на самом деле, почему бы я поставил накладные подиумы? Так как это мой первый проход в автозвук, то есть, первый залет, скажем так, познание. И понимаешь, что уже буду менять к следующему сезону на карты, то есть, стекловолокна, а также добавлю гораздо поболее компонентов. Уже мало. Три двадцатых у нас, у нас даймонды двадцать. Даймонды, да. И аж первые рупора. Подиумы накладные, ребят, почему их поставили? Просто получилось быстро. Если бы ждали обшивки из стекловолокна, Алексей просто приехал, хочу музыку. И получалось, что еще ждать три недели, пока сделаются обшивки, но это один из нюансов. Плюс они стоили недорого, понимали, что, возможно, в дальнейшем будем переделывать уже с пониманием фронта, правильно? Поэтому сделалась вот такая накладка. Доволен, Алексей, есть нюансы, конечно, хрипит, бренчит что-то, да, там, при нагрузке или нет? Или все ништяк? Кстати, нет, все нормально в этом плане, но даже не знаю, что сказать. Я полностью доволен, как бы. Да, ну вот, вот, вот. Все ништяк, просто переделаем, потому что надо больше динамиков добавить, и все. А дверик так-то прошумленный, и то, и то, и все работает круто, фронтуха играет офигенно. По магнитоле выбран Пионер 510. 510-й, это. 510-й Пионер у нас. И все, и стоит вольтметр в нише, регулятор баса, все тут, в принципе, стандартно, штатно. Ребята, еще удивитесь сейчас в моменте таком, что, скажи, могут спокойно друзья пассажиры ездить. Да, с этим запасом я и делал. Хотел, конечно, гроб ставить, но понимал, что придется уже заваривать ее полностью. Ну, ты не говори, как бы сейчас это, что там, что-то ты не доделаешь или переделаешь. Окей, босс. Так, с друзьями, конечно, можно поездить. Смысл не в этом, что вы видели проекты ребят, которые делают басуху, все дела. В тачке было как, сидушек нету, что-то нету, что-то там такое. Да, здесь все есть. Здесь все есть, все. Сел, поехал. Друзья нагрузил, круто. Сейчас, кстати, можно и сзади, и спереди послушать, как это все работает. Давай открывай багажник. Открываем багажник, друзья. Сейчас объясню по съемкам еще очень важный момент. Прям не хочется вам рассказать. Мы очень благодарны. Ну, благодарны нашим подписчикам, ребятам, кто смотрит. Мы стараемся делать контент и в качестве съемок, в том числе, классный, чтобы вы получали удовольствие, смотрели. Вот Павел сейчас с той стороны камеры. Сегодня хотел взять стадекам, но у нас... Какое число-то сегодня? Он сейчас, Алексей, уже замерзнет, скажет. Восьмое. Восьмое ноября, у нас восьмое ноября. Уже лежал снег, уже были морозы. Опять нету снега, опять он идет, короче. Тут такая ситуация, что абсолютно, как сказать, все вот так вот происходит в Челябинске. Город, кстати, огонь. То есть мы сейчас в Челябинске и в Екатеринбурге, поэтому приезжайте и туда-то в гости. Выбран был сразу сабик Pride TESHKA 15. Из этого сегмента это самый интересный саб, который играет абсолютно все. Вот, единственное, что... Леш, нюанс какой был изначально? По коробу, да? А, нюанс, да, по коробу изначально был. То есть смастерили короб, короб, вот, получилось неудачно. Алексей послушал какое-то время, сказал, ребят, короб неудачный, разваливается там и так далее. Ну, было вот так действительно, то есть короб переделали, сделали удачным. У нас все просто, то есть с первого раза может иногда не получится, но, ну, как бы, у тебя каких-то, так сказать, как вообще общие впечатления. Мы все, ну, здорово делаем, весело, приятно, классно, чтобы не было такого. Ну, конечно, конечно, если раз заехать, хорошую компанию. Да, потому что к нам и в гости заехать, может, Алексей всегда гоняет. О, нифига себе, пушка, чемодан, ты его забирай, он, может, сворует, чтобы в ленту там или куда. Так, тут у нас фальшпол, правильно? Да, фальшполная фотография приложена. Смотрите, ребят, самый момент интересный, подняли немного, запаски нету, сейчас? Ну, есть, с запаской домкрат есть. То есть, смотрите, вот, мы сделали фальшпол, там у нас титанат внутри стоит, да, и питание. На САП у нас идет 4,5 форс усилителя. Вот, ребят, вот Элантра вон там на заднем фоне, там тоже 4,5, это одни из лучших корейских усилителей в плане надежности, стабильности. Вот, работает исправно, нареканий, как бы, в общем, ну, по ним, как бы, нет, вопросов нет. На фронт, что мы взяли? Так, на фронт мы взяли... Спарта? Спарта, 500.2. Вот, Спарта, кстати, 500.2, ребят, полтора... Нет, он 500.2 идет, а, полтора киловатта он идет, это название такое. Вот, кстати, у кого есть вопрос, вот такой размер играет вообще офигенно, и у нас дуо на пищалке. Да, дуо на пищалке. Дуо на пищалке. Тут все стандартно, клево, со штатным вот таким питанием. Общий проект нам обошелся что-то в 200 с чем-то, да? 300. 300 с копейками. 300 с копейками, то есть 300 с копейками полный, вот машина, как с салона приехал... А, это еще сигналка или нет? А нет, сигналка, это мне золото дали. Все, то есть это 300, плюс результат мы мерили, какой у тебя на замере? Рез, мы же мерили, Вовочка, Вова мерил. 146,6. 146,6 с одного саба, с одного усилителя, честный, конкретный результат, Алексей доволен? Конечно. Ну, добавлять надо, да? Да. Пойдемте слушать, ребят, у нас прохладно. Леш, еще какие-то нюансы, моменты расскажешь по, допустим, тому же сабу? Насколько он интересен вообще действительно, потому что сабов так лучше. Почему я взял тэшку? Тэшку-то я взял из-за чего? То есть это соотношение цены и качества, и если вы хотите ездить на своей машине еще долгое время, то есть она, машина полностью выдерживает ту нагрузку, которую дает на нее саб. То есть если бы я поставил эску или эстэку, то понятно, что начало, ну... От вибраций машина просто начинает разваливаться. Возможно, то есть пошел бы у нас, получается, расслоение, получается, начала бы крышка багажника у нас. А сейчас все четко. Разваривается, да, то есть получается сколько раз. Ну, единственное, да, могу сказать, что вот облицовка, да, пластик, как бы, ну, это наш автопром, как бы это в любом случае они сказали, что можно под гарантийный случай записать. Слушай, да не в автопром, мне кажется, бы развалился бы на марке такое то же самое, без проблем. Ну все, присаживайся за руль, рубай, любимый трек. А? Да что хочешь? Да нет, фронт давай, саб, фронт, наверное. Сейчас, ребят, все послушаем, вот я просто, как бы, заценю, я слышал уже автомобиль у Алексея, и не раз интересно, то есть главное, чтобы нравилось. Ребят, во, в машинке тепло, блин, обожаю вообще, когда где-нибудь что-то наморозить, стоишь или на холге, в машинке садишься, а-а-а-а-а. Еще какие нюансы? Да, в принципе, ребят, смотрите, все штатное. Все штатное, обшивы, все четко, вольтметр стоит здесь. Регулятор баса здесь. Взял, прибавил, убавил, уже по этому. По пионеру есть вопросы? По пионеру нет, но единственное то, что, как и многие сталкиваются, то у нас что, они бывают? Фильтры сбрасывают. Фильтры сбрасывают. Ну все же шопа какая-то. Просто сбросил и раз. Фильтры на высокие частоты, они, как можно сказать, заели что ли? Ну не переключаются. Я тоже так же. Да, конечно, но у товарища так же. Идентичная ситуация, 580-й, такой-такой, он, видимо, запомнил, долго не менял. Будем предполагать так. Что, сделаем ветерок? Давай ветерок. Во, смотрите, Алексей, сделаем, говорит, ветерок. Снаружи. Такой этот уже знаток, как что надо демонстрировать. Подожди, а еще момент, расскажи, сам-то понятно кайфуешь. Клево, когда друзьям пока что не балдеют? Да, конечно. Есть такое? Да, ну не нравятся друзья, которые просят убавить. Убавить? Да. Потому что слишком громко. Нет, ты такой сидишь, такой, ладно, типа, убавливай, слабачок, да. Типа вот так, да. Состоянно жалуются, что так невозможно слушать. Не знаю. К чему я это говорю? Ты собираешь тачку не то, что именно для себя, там, понятно, для себя, но хочется тусоваться, с кем-то общаться, показывать свой проект, правильно? Конечно. Ну это всем так надо, потому что можешь собрать в гараже, рез понять, давануть один раз и пойти домой. Давай, врубаем. Слушай, все по блютусу. Да? Ну, флешка тоже есть, но... Вот, еще плюс, смотри, соединение с блютусом постоянно надо делать, да? Да. Да, вот пионер постоянно, вот еще. Вот вам эти, как говорится, идеи, как что, потому что сейчас 500, который 20-ый вышел, он стоит не особо дешевле, чем у Панди, он 102-ый, может, присмотритесь к Калпайну, что там вроде все побыстрее, пободрее. Ну, погнали. Да. Настройки проверил? Я проверил. Заодно, да нет, проверял перед тем, как приехал. Субтитры сделал DimaTorzok Ты, короче, как, залипаешь. Да. То есть сейчас было такое, что я залип. То есть я просто залип, я наслаждаюсь, не думаю, что мне плохо или как-то дискомфортно. Клево, да? Есть. Вот это было прикольно. Реально, залипание такое секундное. Вот. Поэтому по басухе ништяк давай фронт что-нибудь. Вруби, если как бы какие-то любимые треки слушаешь. То есть, ребят, еще запомните, у каждого свои предпочтения. Вот по-честному. То есть, если вы какой-то слушали громкий проект, например, вам понравился какой-то один трек, то есть у вас по-своему будет играть, вам нужно привыкнуть к своей системе, понять, что она может, да, какие треки. Да, конечно. Можно слушать вообще все, но понятно, что это не SQ-система. Инструментал тут не послушаешь громко. Но так, в принципе, хорошо себя ведет в систему. Давай проверим, что тут идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, да, такой есть такой. Панч, вот что такое вообще панч? Ты знаешь, что такое панч? Все-таки панч-панч. Чего это? Вот для тебя, да, как ты понимаешь слово панч? Панч, ну, для меня это как что-то вроде ощущения мидбаса. Вот, да, то есть, не знаю, как панчат, не панчат, вопрос такой, то есть, вот здесь, что такое панч, это жесткий, полу-низкий такой звук, правильно? Который четкий-четкий такой, который четко играет, не размажеста, никак, а вот четко. Здесь он есть, Наймонды это могут сделать, кстати, одна из самых. Поэтому на выбор пал на них. Сочетание офигенных. Ну, сейчас говорю, еще вот соберем на десятках Infinity с одним аж вторым фронтухом. Посмотрим, как будет, потом послушаешь. И как бы посмотрим, потому что десятки, это уже следующий уровень, конечно, здесь, как говорится, на будущее ты там асс, это побольше, побольше работай, побольше работай. Вот, три десятки сюда влезет спокойно. Первый. И аж первый, аж что-то можно и все эти оставить. Вот. Ну, так круто. Еще мне что понравилось, подиумы четко, да? Панчат, играют, они внутри работают, вот ты сколько уже полгода слушаешь, все офигенно. Ну, я просто очень слежу за своей машиной, просто больше мне не за кем следить, я одинок. Ну, значит, нужно подарить тебе собаку и кошку. Нет, с моей работой особо нет. Подал ей корма на три дня и все, пускай хавает там, что? Ну, что, я шучу. Так, Леш, ну давай тогда, вопрос такой, чтобы не сказать, что у тебя уже в мыслях добавить? Первоначально? Первоначально это, наверное, фронт увеличить. Я думал, из чего собирать? Ну, вообще, хотел просто поставить шесть даймондов и четыре аж в первую. То есть, добавить даймондов три и сделать подиум из тековолокна. Да. Так, по питалу, получается, у щелканом на фронт, в принципе, там может хватить. Да, мне сказали, Кирилл сказал, что хватит его вполне. Генератора хватит, питания хватит, так что. Это вообще кайф, это кайф. Да, когда ты... С расчетом на это и брал то, что. Я шторых, четыре пары, ты говоришь, хочешь? Ну, то есть, в принципе, изначально твоя, как бы, ну, следующая прихотелка это добавить сюда и все, да? Может, конечно, последствия, как это, заменить на даймонды десятый, но мне нравится именно вот их размер, то есть, как есть шестнадцатчики, двадцатчики вот. Баланс, у них есть баланс. Да, то есть, баланс размера и качества, то есть, мне не надо, чтобы, так скажем, большие былины. А эстетику для тебя тоже имеет значение? Вот эта эстетика, вот именно эстетика имеет значение и то, что мне говорят из стекловолокна, я, скорее всего, так же ее буду, это, кожей. Ну, кожей, конечно, надо, да. Чтобы все выглядело в классическом стиле. Ну, супер, че? Ну, давай тогда, как обычно у нас совет ребятам, три года собирался, собрал, полгода эксплуатируешь. Стоит это того? Конечно, это того стоит, ни разу не жалел. Это офигенно, вообще круто. Ну и совет, может, молодежи, кто собирает, как вообще, как ты думаешь? Сыра, может, ну, как твой личный совет? Совет, наверное, это не экономьте на мечте. Ну, это круто, блин. Я тоже и в завершении, что? Я себе присмотрел Уфо пятнашку, блин. Думаю, уже по ней об ней два дня. Представляете, как это приходит? У тебя в башке закраться мысли. Ты думаешь, почему бы нет? И начинаешь размышлять. И потом приходит уже, а почему бы не квазар 15-киловаттный и так далее. Не экономьте на мечте, друзья. Давай, Лех, уральскую пятерочку. Все, до встречи в автокасте. Пока-пока. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует...